Экономия по-пашинянски. Но давайте все по порядку. У президента Армении отобрали и самолет. Аппарат президента Армении Армена Саркисяна лишился самолета, а бюджетные расходы главы государства уменьшены на 741 миллион драмов. Об этом армянским СМИ рассказал новый глава аппарата президента Армении Эмиль Тарасян в ходе представления проекта госбюджета на следующий год. Он уточнил, что отказ от самолета позволит сэкономить около 200 миллионов драмов на затратах на его эксплуатацию и содержание. Также примерно на 10 миллионов сокращены выплаты на топливо для транспортных средств президентского аппарата. По словам Тарасяна, бюджет расходов президента на 2019 год предусмотрен в размере более 2,4 миллиона долларов, что составляет 61,5% от бюджета на 2018 год. При этом основная часть сокращений в размере 532 миллионов драмов коснется зарплат и бонусов сотрудников. В будущем году планируется еще большее сокращение, так как законом предусмотрено 150 ставок, вместо нынешних 180, добавил руководитель аппарата президента. Увеличение расходов на 5 миллионов драмов планируется лишь по одной статье, это средства, предусмотренные для переподготовки кадров аппарата, заявил Тарасян. Председатель постоянного комитета по государственно-правовым вопросам и защите прав человека национального собрания Георг Кастанян отметил, что такое снижение расходов является естественным, учитывая то, что нынешние полномочия президента отличаются от тех, что были до этого. Несомненно, сокращение бюджета должно было произойти, так как полномочия президента, которые были минимум полгода назад и сейчас, несопоставимы, заметил депутат. Четвертый президент Армении Армен Саркисян официально вступил в должность в апреле 2018 года. Тогда же Армения перешла к парламентской модели управления, при которой основные властные рычаги перешли к премьер-министру, а президенту отведены лишь представительские функции. Тут уместно вспомнить и о том, что порой у Армена Саркисяна отнимают и его служебный автомобиль. Так, в августе этого года, канцера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Армению, возили на бронированном BMW 750, который обслуживал президента Армении. Сообщалось, что в государственном автопарке Армении имеет место дефицит бронированных машин, и чтобы встретить Меркель в соответствии с требованиями протокола, пришлось временно отобрать у Саркисяна его автомобиль. Сам президент в те дни передвигался на своем личном внедорожнике. А вот теперь, самая главная фишка сладкой парочки, Никол Пашиняна и его супруги Анны Акопяны. На фоне, вот этой всеобщей экономии, визит Анны Акопян в Артик на вертолете удивил и возмутил местных жителей. Как там клубничка? Посещение супругой, исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никол Пашиняна, Анны Акопян города Артик на вертолете, удивило и возмутило местных жителей, пишет газета Иратис. Издание отмечает, что в истории независимой Армении жители Артика впервые увидели вертолет. За прошедшие 30 лет Артик посещали все президенты и премьер-министры, но ни один из них не подумал преодолеть расстояние в каких-то 105 километров, на вертолете. Анна Акопян отправилась на вертолете в Артик, чтобы посмотреть на теплицу по выращиванию клубники, своей подруге, чтобы собственными глазами убедиться в стремительном экономическом росте страны. Неизвестно, нарисовали на борту вертолета шашечки, как для такси. Хотя, это наверное обязательно сделают в следующий раз. А сейчас, сладкая парочка, Никол Пашинян с супругой только разминаются, то есть, берут разбег перед богатой и счастливой жизнью, которая им неожиданно свалилась на голову.